Посетить несколько предприятий и редакции СМИ за один день. Журналисты и участники фестиваля пресса земли Аланхо отправились в пресс-тур по Хангаласскому району. Там они встретились с коллегами и пообщались с работниками крупных заводов. Продолжит Розалия Борисова. Работники лучшей районной газеты республики рассказали коллегам о методах сбора информации, дизайне газеты и подготовке к печати. Сегодня Хангалас является главным источником информации для жителей всего района. Редакция в составе 20 человек собирает материалы, верстает и готовит к печати два раза в неделю две газеты. Наши районные газеты еще не имеют возможности вообще приблизительно даже таких типографий, как у вас. У нас это все делается еще так, как работали 20-30 лет назад. И в редких случаях, если район не столь отдален от областного центра, то есть от Магадана, печатают газеты в областном центре, но существует проблема доставки газет опять на территорию района, где она должна быть распространена. Следующим пунктом стал цементный завод в поселке Максоголов. Предприятие сегодня является крупнейшим производителем строительных материалов на территории Якутии. Участники пресс-туры изъявляли желание посетить вот именно наш цементный завод. Это один из флагманов промышленного производства республики. И поэтому мы пошли их навстречу их желанию. В год завод выпускает больше 300 тысяч тонн цемента и больше 700 тысяч кубометров товарного щебня. Производство здесь не останавливается ни на минуту. Температура в каждой печи составляет 1500-1600 градусов. Час в печи выпускает по 21 тонне клинтера, к которому после добавляется гипс и получается цемент. Сейчас предприятие готовится к расширению взвода в строй третьей печи. Якутии планируют обеспечить 100% потребность республики в цементе. В рамках пресс-тура участники фестиваля также посетили молокоперерабатывающий завод, а также побывали в пекарне хлебокомбината. Розалия Борисова, Василий Слепцов, Макасаха, Хангаласы.